Исправительная колония номер 47, наряду с СИЗО-1, находится в черте нашей столицы. Если ранее при строительстве эти закрытые учреждения находились на окраине нашего города, то сейчас оказались в плотном кольце жилых застроек. В этой колонии лагерного типа, общего режима, свой срок за различные преступления отбывают чуть менее тысяч осужденных – за убийство, за кражу, за разбой и прочее. Однако преимущественно в ней находятся те осужденные, кому требуется регулярная медпомощь. Окна камер выходят прямо на жилые застройки, расположенные по соседству, а из этих домов, соответственно, отлично видно тюрьму. К примеру, жители этого дома ежедневно могут наблюдать, как автозаки привозят очередных заключенных. Нургу Лиркинова в доме напротив колонии живет уже больше 16 лет. И все это время, говорит она, соседство было, мягко говоря, малоприятным. Из окон своей квартиры женщине приходится наблюдать за всей этой зэковской жизнью. Как бывшие сокамерники передают товарищам передачки, как милиция привозит преступников в наручниках, а доносящиеся крики по сей день бросают хозяйку в дрожь. Два окна выходят прямо на тюрьму. Я сюда переехала жить 16 лет назад. Иногда бывает такое, что открытка, в которой доносятся из тюрьмы, просто спать невозможно. Еще одна проблема – продать мы свои дома и переехать отсюда не можем. Никто не хочет покупать по цене, которую, например, я озвучиваю. Сразу говорят, да у вас же тут тюрьма, опасный район, никто не хочет жить рядом с преступниками. Сами взрослые у забора с колючей проволокой находиться не хотят, а детей погулять, выпустить и вовсе боятся. Несмотря на высокие заборы и службу охраны вокруг объекта, взрослые все равно тревожатся. Детей одних на улицу не отпускают даже днем. В городе это место, несмотря на то, что давно перестало быть окраиной, считается неблагополучным. Много лет подряд обеспокоенные собственной безопасностью местные жители просили перенести колонию за пределы города, подальше от жилых домов, тем более, что это район частного сектора. Обращались и к правозащитникам, и к городским властям. В муниципалитете же отвечали, что вывести опасных соседей вроде и не против, вопрос лишь куда. Сейчас они хоть тише стали, они сейчас тише стали. А знаете, что раньше было? Девочки идут в школу, они штаны снимают на крыше залазить. А потом, когда нас мэр собирал, мы сказали, все, стала тишина. Пусть забирают, тюрьма здесь не нужна. Ну, стройка, говорят, откроется, я не знаю точно. Но есть и те, кто соседству заключенными относится куда более спокойно. По их словам, они уже привыкли за столько лет. Добавляют, что тюремная жизнь никогда за пределы не выходила, и никого из окружающих не касалась. Циташки построят, я думаю, что здесь не очень-то веселее будет жить. Поэтому вот так спокойнее. Одно из старейших учреждений уголовно-исполнительной системы наконец-то будет демонтировано. А находящиеся там корпуса переведут на территорию колонии номер 8 в селе Новопокровка, а также в спецучреждениях 27 и 31 в селе Молдавановка, Чуйской области. И 47-я колония и СИЗО-1, по информации ГОСИИН, уже давно изжили свой срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям. А это, как правило, отмечают эксперты, представляет определенную угрозу общественной безопасности и может даже влиять на рост криминогенности. Работы уже начались. В настоящее время мы начали демонтаж старой инфраструктуры в учреждение номер 31, где планируем разместить центральную больницу. Я со всей ответственностью заявляю, что сотрудники без работы не останутся, потому что в данное время нам требуется большое количество новых штатов. И с учетом анализа мы каждому сотруднику дадим новые рабочие места. Сколько же денег выделено из бюджета на строительство новых зданий взамен существовавшим 47-й колонии, ведомстве не говорят. Ровно и о том, что будет построено на месте 47-й колонии. Есть предположение, что в скором времени здесь появится целый жилой городок. Однако, напомним, ранее сообщалось, что на этой территории в 7,5 гектаров появится международный деловой центр Бишкек-Сити. В декабре прошлого года Аклбек Джапаров утвердил положение о государственной дирекции по реализации этого проекта. Ну а что до нынешних заключенных, содержащихся в колонии 47, среди которых достаточно известных персон, их распределят по колониям, согласно режиму содержания, который им ранее определил суд. Кубатрон спекула адрес Чоков и ФНТС.